Вот так же, после того чувака с молотком я больше никого не бил, пока не приходилось. Надеюсь, что не придется. Томсо, ты говоришь, что мы русские, не принесли вам хороших нравов, а тебе хоть что-нибудь нравится в нашем менталитете и культуре? Или русские для тебя это разврат, безнравственность, мат и немытые ноги? Нет, ни в коем случае. Все русские люди, как и любые другие люди, делятся на людей хороших, нормальных, цивилизованных и откровенные быдла. Но если мы будем говорить про какие-то ценности, то есть ли что-то, что можно было бы импортировать от вас, нам в частности, то нет. Нет, я думаю, что ничего подобного нет. И это не значит, что у вас нет ничего хорошего. Но то хорошее, что у вас есть, это есть и у нас. То есть нет ничего нового для нас, что мы могли бы подчеркнуть, вот о чем она говорит. А так, в целом, как бы весь народ списывает, говорит, что там только, все только плохое. Нет, ни в коем случае мы этого не говорим. Но тем не менее, надо понимать, что есть, допустим, маленький народ, который за счет своего консерватизма, он как-то бережет вот эти вот свои ценности, свои нравы, обычаи. И это даже в каких-то ситуациях экстремально помогает этому народу выжить, как, например, помогло это нам в высылке в 44-м году. И надо понимать, что эти ценности, которые он исповедует, которые он хранит, передает от поколения к поколению, это как минимум очень серьезные высокие ценности. И вот чтобы таким людям дать что-то новое, ну, там такой, тот народ, который хочет дать это новое, он должен над собой очень серьезно как бы работать. Он тоже должен эти свои какие-то ценности их передавать, их модернизировать, да. Только так возможно. Когда в целом над этим никто не работает, когда культура – это картины, это спектакли, а не высокие нравы, то вряд ли что-то можно передать такому народу. В интервью с Масильчуком ты, говоря о взрывах в Крыму, выглядел саркастически. Ты считаешь, произошедшее диверсией мог бы поделиться своим видением ситуации. Ну, я как-то воздерживаюсь от версий. То есть, это диверсия, это удар какими-то беспилотниками, ракетами и так далее. Я не знаю. На кадрах, распространяемых оттуда, не видно, чтобы там что-то летало или прилетало туда. Ну, и никто об этом не говорил, по крайней мере. Поэтому я не знаю, как это могло произойти. Я думаю, со временем эта информация появится. Но однозначно понятно, что сами по себе эти взрывы не произошли. Те версии, которые распространяют российские пропагандисты, что-то кто-то там не там покурил, понятно, что это не соответствует действительности. Поэтому, да, мы немножко пошутили на эту тему, говоря, что хлопки, это не взрывы, это просто хлопки. Очень громкие просто. А так, ну, разумеется, в этом однозначно, у этого есть украинское авторство, я думаю. Один из братьев Ахматовов сказал, что Басаева убил Умаров, потому что Шамиль был против Эмарата Кавказа. Твоё мнение об этом поводу. Я даже не буду это комментировать. Я считаю, что мы, конечно, не знаем всех подробностей того, что произошло, как погиб Шамиль. Мы, как и в отношении многих, не знаем всех этих подробностей. Но это не даёт нам права на то, чтобы мы сейчас вот эти помои от одних к другим носили, обвинения в чём-то. То, что внутри нашего общества, если у нас есть какие-то там разногласия, кто-то кого-то в чём-то обвиняет и так далее, мы должны от этого как-то отстраняться, во всяком случае, не становиться причиной этой фитны. Твой отец и его братья во время Чеченской войны воевали, говорит, или так же, как ты, болтали на базаре? Ну, на базаре мне пока не приходится. Я наружусь в Ютубе, это не базар, если что-то, для справки я говорю. Мой отец получил ранение при первой бомбардировке Рискома. Это точную дату я не вспомню, но это декабрь 1994 года. Тогда какая-то делегация приехала. Я не помню, то ли журналисты иностранные. И мой отец вместе с ещё с несколькими товарищами, они как работники нашего правительства, нашей стороны, они их как бы встретили и разместили. У нас прямо напротив Рискома была гостиница «Кавказ». Они разместили их в этой гостинице. И отец рассказывал, что когда они вышли из этой гостиницы и двинулись в сторону Саумина, у моего отца, у них офис был, их рабочие места были в Саумине. Саумин – это здание, которое было следующее после гостиницы «Кавказ» в сторону моста, в сторону Сунжи. И вот они вышли, значит, и двинулись в сторону Саумина. И в этот момент, говорят, услышали самолёт. И тогда ещё, знаете, как-то война, она к нам не пришла. Многие вот эти вот… не понимали вот этой опасности. И отец говорит, было… было зазорно, то есть куда-то вот убежать, лечь. Понимаете, вот это мы ещё… находясь в начале, вот эти разговоры, на самом деле, там самолёты сбивать палками, это во многом эйфория у нас была, это правда. И вот отец говорил, что мы шли, и каждый, для каждого из них, там, несколько человек, для них было зазорно, убежать куда-то, спрятаться там или лечь. И они вот просто, значит, продолжили движение в этот момент прям по площади этой. Тот сбросил то ли бомбу, то ли ракету, что-то там. Ну, ракета, скорее всего. И раз они его слышали, то это самолёт был в пике, видимо, это был истребитель. В общем, произошёл взрыв, мой отец получил ранение осколком в ключицу, и осколок от рикошетивого ключицы, сломав ключицу, попал в лёгкое. И вот в таком уже раненом положении мы его обнаружили на следующий день в больнице, она, по-моему, тогда называлась Республиканская, это больница, которая была в конце проспекта Ленина на тот момент. Это Лучуд, в этом районе была эта больница. В общем, это долгая история, если я сейчас буду дальше продолжать, это мы слишком долго на этой теме застрянем. В общем, вот так вот мой отец получил ранение, и, по сути, после этого ранения мой отец больше не выкарабкался. Кстати, этот осколок так и не вытащили, мой отец умер с этим осколком в лёгком. Салам алейкум. Ну что, занимаешься ли ты боевыми искусствами? Ну, постоянно, постоянно кого-то бью. Тут ты мне напомнил знаменитое высказывание Шамиля Басаева, когда он после Будённовска давал интервью и сказал, он, говорит, после Будённовска ещё никого не убивал. Вот так же, после того чувака с молотком я больше никого не бил, пока не приходилось. Надеюсь, что не придётся. Томсо, какая разница между Будённовском 95-го года и Бесланом 2004-го? Заметил Будённовску, ты хорошо относишься, но не к Беслану, для меня лично и то, и другое было необходимо для спасения нашего народа. Какая разница? Разница огромная, разница в намерении. Будённовск была операцией, которая планировалась, то есть, когда выезжала диверсионная группа, они не планировали ни вообще ехать в Будённовск, ни тем более, там, брать какую-то больницу, брать заложников, вообще нет. Они ехали, как признавался сам Басаев, ехали в Минводы, чтобы оттуда, значит, до Москвы добраться. То есть, там вообще планы были такие очень серьёзные. То есть, Будённовск произошёл вопреки их планам. То есть, их туда, по сути, привезли. И там уже люди действовали по ситуации. Беслан, к сожалению, совершенно другой, целенаправленный захват заложники детей, захват школы. Поэтому, конечно же, здесь вообще нельзя ставить знак равенства между этими двумя актами. А что касается сказанного тобой, было необходимо для спасения нашего народа, это вообще удивительное высказывание, каким образом Беслан спас наш народ. Субтитры создавал DimaTorzok